всем привет сегодня у нас на ремонте вот такая husqvarna 235 по словам клиента значит у нас нет холостого хода то есть на газу работает на холостом работать не хочет будем откручивать смотреть круче эти болты сейчас откручу вскрою значит вот так вот крышка открывается на 4 болтах полностью их не откручивайте до 4 винтик они должны быть на крышке крышку в сторонку что наблюдаем в принципе все без проблем на данный двигатель нас двух такник смотрим на состояние свечи свеча вполне адекватно то есть нагар у нас коричневый коричневый нагар хорошо что у нас в данном случае я наблюдаю что проблема со свечой значит на маленьких скажем так на небольших так сказать она работает как бы как только я потихоньку тяну искру не дает то есть попробуем бошевскую свечу рабочую свеча тоже подустала ну что-то с искрой в общем не так я предполагаю что здесь проблема с катушкой зажигания сейчас проверим бывает вот этот бронированный провод тоже где-то там чего-то то есть пружинка сама посмотрим абсолютно здесь мы видим четко искра есть холостых ходов поэтому и нету что даже набор маленьких то есть потихоньку тоже и работает искра скорее всего в этом-то и причина была то есть проблема в свече в данном случае вот поменяем свечку и наверно будет работать но еще бывает что катушка зажигания не пробивает надо на холостых она не хочет работать будем смотреть так же и вот почему то есть с под фильтром здесь у нас имеется вот такая хрень что такое это уже не губка это уже на выброс здесь у нас конечно вот такая жижа даже масляного характера то есть губка уже уже как бы хотела чтоб ее поменять в данном случае то есть по сути процентов на 90 в этом была причина но еще буду заводить и смотреть ну да нашлась проблемка банально сейчас покажу такая картинка интересным маслом почему у нас нет нормальной искры посмотрим у нас облом проводов здесь крышка прилегала по всей видимости тот кто раньше ее как бы сказать скрывал не уложил правильно кабеля вот и вот вот оторвалась значит отсюда кабеля оторвался вот отсюда вот здесь он протерся просто начну в данном случае просто мой кабель менять не будем мы его просто приведем в порядок и я включусь ну вот таким образом банальные просто новых ли вошли из положения значит совет если будете вот подобное делать желательно подальше вот цилиндра все это располагать и также смотрите всегда клемма вот эти вот клемма чтобы плотно все держалось и никогда никогда не используйте в данном случае вообще пайку можете использовать не знаю там контактную пайку но не пайку как таковую проверяем что у нас и скрой на той свечи которая была в данном случае была свечи мжк по сути но я в любом случае поменяю свечу потому что лучше поменять лучше поменять вот собственно говоря наверное все посмотрим как работает дроссельная заслонка сейчас попробуем завести так ну что еще одна проблемка с тут по всей видимости ускорительный насос где то есть а может и нету в общем давишь на газ нет здесь ускорительного насоса он давится как предположением а возможно что то здесь крутили а может и не крутили хрен лучше его вскрыть прочистить вскрыть прочистить и как говорится отдать потому что я на газ давлю а он обороты вообще не держит газ он тушится грубо говоря да то есть двигатель сейчас это все вскроем все дело проверить так начало стандартно вот такой у нас карбюратор здесь вот такая большая игла идет плотин клинером я уже прочистил здесь естественно пшикаем везде как бы вычищаем грязь во все отверстия как обычно так же вот здесь вот отверстие здесь отверстие в это отверстие все вычищаем значит ребят данном случае ускорительного насоса здесь я не вижу то есть его нету его здесь нет по обычной стандартной схемы проблема в чем было он переливал вот у нас вот не ходила вот так вот у нас коромысло поэтому моего почистили и она у нас должно работать начну собираю в обратном порядке то есть обратно ставлю конус мы же игольчатый клапан обратно ставлю пружиночку обратно ставлю коромысло зажимаем ставлю обратно винтик винтик закручиваем коромысло зажимаем проверяю чтоб все ходил и возвращалась дальше у нас здесь есть такая вот прокладочка блин нравится она мне совсем да не не нравится здесь какие-то отогнутые у нее лепесточки поменяем не проблема кстати говоря партнер 350 если что так устанавливаем прокладку точнее мембран дальше с этой стороны устанавливаем нижнюю крышку закручиваем закрутили дальше вот эту мембранку попробуем под восстановить немножко ее в том же можно использовать бензинчик обычный бензинчик бензинчики это все дело хорошенько бензин у нас весь идет с маслом то есть это все таки нефтепродукт дальше устанавливаем мембранку немножко почистили крышку бензинчики подмыли значит дальше вот таким образом это все дело поставили и закручили четыре болтика или винтика или болтика он предварительно конечно ребят перед тем как это все сделать я забыл что надо делать точнее забыл вам показать я сделал но забыл показать всегда проверяем подачу чтобы у нас игла держал так плотности нет скорее всего ничего страшного не будет плотность мы создадим так чтоб нам давление сделать извиняюсь наверно не видно было сейчас я немножко увеличу что я хотел показать вот значит обязательно прибор можете это где-то травит ну точно не игла травит да игла в данном случае не травит а травит просто вот это соединение игла работает прекрасно так ну и все вот собственно говоря больше нечего тут как бы ремонтировать карбюратор готов труду и обороне сейчас мы его соберем и попробуем запустить поставим установим посмотрим на все трубочки еще раз взглянем все сапунчики которые находятся в бензоинструменте обследуем все трубки обследуем все поставим карбюратор и будем пробовать заводить ну вот собственно говоря заводим инструмент проблему нашел карбюратор перебрал значит что еще тут в общем провода перепаял смотрим ну и настроил карбюратор естественно ну и как видим еще раз ну и как видим работает преисправно все на этом заканчиваю видео всем пока и удачи удачная работа вашему инструменту естественно я как всегда это